Добрый вечер, это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Мой соведущий сегодня Кирилл Горский, заместитель главного редактора «Форбс» и, как всегда, понедельник «Археология Форбс». Добрый вечер. Ну что, друзья, поговорим о прекрасном, поговорим о «Шереметьево-2». Вот замечательное место на теле, на территории России. Всегда место такое было особое, необычное. Помните, как герой «Москва-петушки» Венчика и Рафеев ездил туда, говорит, кто попроще пил портвейн, кто, говорит, посложнее ездил пить коньяк в аэропорт «Шереметьево». Я со своей стороны также помню в 80-е годы, когда он уже был построен, и туда ездил знакомый журналист-международник в перерывах между своими, так сказать, зарубежными командировками нюхать запах красивой западной жизни. Там был кофе, там были хорошие сигареты, там был западный парфюм. В общем, аэропорт «Шереметьево» — некий такой гейтвей, ворота в большой глобальный мир. Я думаю, далеко не случайно, что сейчас в этом аэропорте происходит такая вот история из жизни глобального мира. Там сидит Эдвард Сноуден в совершенно непонятном положении. Человек вне границ, человек вне территории, человек вне каких бы то ни было национальных юрисдикций. И вот эта вот коллизия со Сноуденом, кто он такой? Он вообще романтик эпохи Викиликс или он банальный предатель? Что нам делать со Сноуденом? Как нам быть с этой системой глобального слежения? Беспокоиться ли нам по его поводу? И самое главное, какие выводы из всей этой ситуации сделают российские политики? Вот об этом и обо всем хотелось бы сегодня поговорить в нашем прямом эфире. Наши гости, ну гость вернее один, ведущий мой Кирилл Горский, как я уже сказал. И второй гость у нас Андрей Солдатов, главный редактор сайта агентура.ру. Да, Андрей, правильно? Добрый вечер. Да, это ваш сайт, он, собственно, вопросами шпионажа, разведки занимается. Исключительно. Исключительно. Ну, так сказать, значит, вы попали в хорошее, в правильное место. Значит, у нас очень хороший специалист. Ну так вот, что делать со Сноуденом? Ну, это ситуация практически безвыходная на данный момент. Вот примерно как Ассанж завис уже, что, больше года в эквадорском посольстве в Лондоне. Точно так же у нас перед нами будет какая-то такая длительная история с зависанием Сноудена. Ну, поскольку такое ощущение, что даже в Кремле существуют две точки зрения, и не очень понятно, какая точка зрения победит. То ли победят политики, которые хотели бы, чтобы Сноуден куда-то уехал, то ли победят люди из спецслужб, которые, очевидно, хотели бы, наверное, более тесно с ним познакомиться. Поэтому эта ситуация вполне возможно будет развиваться еще долгое время. Ну, какие телодвижения, с вашей точки зрения, сейчас может предпринять Россия? Как я понимаю, Россия пока устами Путина так все достаточно выжидательную позицию заняла. Ну, если верить тем заявлениям, которые были сделаны сегодня, и стали известно о том, что Сноуден подал то ли 15, то ли одно заявление о просьбе о политическом убежище, включая Россию, то, конечно, России придется ответить каким-то образом на это заявление. И напомню, что министр иностранных дел Лавров заявлял в свое время, что они готовы рассмотреть это заявление. Ну, посмотрим, какой будет результат. Вот если вернуться буквально на неделю назад, я, когда готовился к этому эфиру, я просто пересмотрел события, которые происходили. Меня удивило, что, оказывается, я не мог себе представить, что Сноуден вообще появился в медийном пространстве, ну, одновременно своим появлением в Гонконге, 23 июня, всего неделю назад. У меня было ощущение, что все это тянется уже минимум месяц, такова плотность событий, информации, заявлений вокруг него. Это человек, который взялся как-то из ниоткуда, и вокруг него сразу начало происходить огромное количество событий. А вот сейчас, что мы знаем о том, кто такой, собственно, Сноуден? Кто этот человек, откуда он взялся, чем он отличается, или чем он похож на Ассанжа? Ну, на самом деле, в этом огромная проблема, потому что он, в принципе, ничем не похож на Ассанжа. В отличие от Ассанжа, он является кадром офицером сначала одной разведки, потом другой разведки, потом он работал как военный контрактор на ЦРУ, Ассанж никогда не был частью спецслужбы. И, кроме того, есть еще одна большая разница между ним и Ассанжем. Ассанж все время делал заявление о собственном имени, и он, собственно, произносил основные тексты. А то, что происходит со Сноуденом, вот вы абсолютно правы, неделю мы слышим о Сноудене, только мы не слышим самого Сноудена. Мы слышим его папу, мы слышим представителей Викиликс, мы слышим официальных лиц самых разных стран, но только его голоса не слышно. Даже фотографии, даже лица ничего. Какое-то удивительное совершенно ощущение, такой человек без свойств, вот как у Музиля есть такой роман «Человек без свойств». Вот он какой-то человек без свойств, вот как аватар какой-то, абсолютно виртуальный сетевой персонаж. Он, в принципе, и жил большую часть своей рабочей жизни в сети. Сейчас даже стали отчаянные журналисты, пытаясь хоть какую-то информацию о нем получить, и попытаться создать его психологический портрет, вытаскивать какие-то старые заявления в каких-то чатах, там, двух-трех летней давности, чтобы хоть что-то получить, хоть как-то он стал объемным. Но пока, к сожалению, все, что мы знаем, это старые заявления и все, полная тишина от него. Да, я обратил внимание на такое громкое его заявление. Я готов пожертвовать всем, потому что не могу со спокойной совестью позволить правительству США нарушать приватность, свободу интернета и основные свободы людей во всем мире с помощью громадной системы слежки, которую они втайне разрабатывают. Это из его интервью Гарзи, насколько я понимаю, единственного? И очень старого уже. Что еще он сказал миру? По большому счету и ничего. Периодически какие-то документы от его лица публикуются в разных газетах. Последняя публикация в Шпигель. Опять, мы даже не знаем, на самом деле, он ли решил именно сейчас опубликовать эти материалы или он передал весь пакет документов Ассанжу и там уже Викиликс решает, когда и что выдавать разным изданиям. Поэтому, по большому счету, его месседж мира, он неизвестен. Ну, принято считать, что когда происходит какой-то такого рода скандал или событие, то часто ищутся какие-то там кукловоды, ищутся кому выгодно. А вот в этой ситуации, что можно предположить? Это действительно кто-то дергает за ниточки или это какая-то совершенно спонтанно сформировавшаяся ситуация? Это такой типичный российский вопрос. То есть не надо искать сценарий там, где имела место глупость. Вот еще есть такой механизм объяснения многих событий. Кто за ним стоит? Стоит ли? Ну, на самом деле, мы должны помнить, что в Соединенных Штатах и Великобритании такая длительная традиция визблоуеров, людей, которые, будучи кадровыми сотрудниками спецслужб, потом в один прекрасный день решают, что нужно выйти и рассказать миру о том, что им стало известно о плохом поведении спецслужб. Ну, они, кстати, скажем, очень много в истории роль сыграли. Взять, скажем, Марк Фелд, который, собственно, раскрутил Watergate. Да, сейчас идет над Брэдли Меннингом военный трибунал. Абсолютно верно. Или вот от Мардыха Ивану. Ну, помните, израильтянин был, который 18 лет, по-моему, там, от звонка до звонка. Он раскрыл, собственно, сказал миру, что у Израиля есть ядерное оружие. Совершенно верно. Разница заключается только в том, что все эти, наверное, да, можно сказать 100%, что все эти визблоуеры во всех этих странах первое, что делали, это устанавливали контакт с журналистами и потом постоянно находились в медийном поле. А что происходит со Сноуденом, это совершенно другая история. Мы имеем дело с историей какого-то виртуального мира. Это новый этап, когда Сноуден отказывается контактировать с журналистами, даже с тех изданий, куда, собственно, он передавал материалы. Имеет контакт, видимо, только с Wikileaks. А при этом не на Wikileaks были опубликованы его материалы. И вот в этом вся проблема. Потому что, по большому счету, что происходит всю эту неделю, его позиция, его репутация с каждым днем становится все хуже. Потому что вместо того, чтобы быть окруженным журналистами, сидеть эту неделю, давая пресс-конференции, он сидит непонятно где. И все сложнее сказать, отвечая на обвинения американцев, что нет, он не находится под контролем ФСБ или СВР. Сейчас это уже практически невозможно сделать. А еще неделю назад можно было говорить о том, что он просто прилетел в страну, которая... Ну да, борец за свободу, он публичный. Ну, по крайней мере, как Ассанж хотя бы поступал в этой ситуации. Вот, сейчас совершенно непонятно, может быть, действительно с ним работает ФСБ в настоящий момент? Мы ничего не можем знать? Мы ничего не можем знать, к сожалению. Конечно, есть некоторая, не то чтобы надежда, но есть некий предыдущий опыт работы российских спецслужб с висблоерами, там, десятилетней давности. Напомню, что десять лет назад была история, которая показала, что российские спецслужбы иногда могут держать дистанцию нужную, добиваясь, в общем, нужного результата. Был британский такой висблоер Ричард Томлинсон, бывший офицер МИ-6, за ним охотились по всему миру, в основном из-за того, что нигде не давали возможности опубликовать его книгу. И, в конце концов, к нему подошел человек из Москвы, там, только с именем, и сказал, что я готов ради вас создать издательство, издать вашу книгу в Москве на английском языке. И, собственно, это и было сделано. Но, насколько известно, никто не пытался вербовать Томлинсона, к нему не было никаких подходов, и потом его никто не пытался обвинить в шпионаже и работе на российские спецслужбы. Книга вышла, произошел скандал, и все. А все, честно говоря, в том числе и я, надеялись, что с основным будет похожая история. То есть он приедет в Москву, Россия ему как-то поможет, но при этом будет дистанция, и он уедет в какую-то третью страну. Происходящая последнюю неделю, уже вне всякой логики, никто не понимает, что будет дальше, то ли он останется здесь, работает он с российскими спецслужбами, не работает с ними, это не понимает никто. И даже проблема заключается в том, что даже тот единственный источник, точнее, единственный контакт, с которым вроде бы он поддерживает отношения, это Ассанж, мы на самом деле уже и не знаем. А на самом деле он разговаривает со Сноуденом? Или это все уже фикция, и просто Ассанж делает вид, что он контролирует эту ситуацию? Кто, в конце концов, ее контролирует? А если Сноуден вообще, его никто не видит? Некоторые журналисты уже стали говорить, а откуда бы мы вообще взяли, что он прилетел в Москву? Его же здесь никто не видел. Абсолютно такая виртуальная история. Вообще, конечно, но при этом очень интересно, какая поднимается у нас, ну и чуть позже еще об этом поговорим, волна в Госдуме. Вот Алексей Пушков говорит, что это, так сказать, вот новый диссидент, борец за справедливость. Я так, знаете, задумываюсь. Вообще, мы как-то вот десятилетия за десятилетием поддерживаем каких-то, извините меня, фриков. Вот, как Советский Союз носился с этим, там, помните, был доктор Хайдер, который голодал, которого, якобы, там, не знаю, Зорин бутербродами подкармливал на его голодовке. Там поддерживали мы этого индейца Леонардо Пелтиера, Санджелой Дэвис, как были. Вот сейчас у нас Ассанж тоже. Нет, у нас, ради нас заявить, что все-таки... Ведущий, ведущий Russia Today и Сноуден. Все-таки Ассанж, да, Ассанж не выступал из Москвы, и что Сноуден тоже не выступает пока на пресс-конференции. Ну, пока, да. Пока этого нет. Кроме того, мне кажется, что, к сожалению или к счастью, но здесь ситуация намного серьезнее. То есть все те люди, о которых вы говорили, несмотря на все внимание, которое советская пресса могла им дать и весь эфир, который советское телевидение могло им предоставить, не были в состоянии изменить глобальную ситуацию. А то, что может сделать Сноуден и может сделать скандал вокруг его разоблачения, это действительно изменить глобально, причем глобальную игру вокруг того, как вообще интернет управляется. И в этом смысле разоблачение Сноудена крайне выгодно и Москве, и Китаю, потому что как раз в конце прошлого года Москва, и Китай, и Пекин выступали с инициативами о том, что нужно изменить, сделать интернет более суверенным, менее зависимым от американской гегемонии. И тогда уже, хотя предложение провалилось, 89 стран поддержали российско-китайские предложения. И теперь вопрос заключается в том, что если вдруг сейчас поставит вновь эти предложения на голосование, сколько стран поддерживают? Явно больше 89. 89 это вообще, это ООНовская организация, то есть там практически почти 200 стран представлены. Да, не поддержал только Западная Европа, Канада, США, Австралия. А сейчас, учитывая позицию Германии, которая крайне возмущена тем, что происходит, позиция других европейских стран. Сейчас Брюссель, сегодня последние новости, очень возмущен Брюссель тем, что вот сейчас Мартин Шульц ведет эту тему, он такой известный, он левак же, такой антиамериканист, известный, так же, впрочем, как такую антирусскую позицию он занимает. Вот, и он очень сильно раскручивает эту тему. Потому что вся история со Снуданом ударила именно по точке зрения европейских политиков. Да. Да, абсолютно верно. И по России, и по Китаю, и по европейцам. Да. Но главное, что мы можем прийти к таким национальным интернетам в результате. То есть будет французский, немецкий, а главное китайский, русский интернет. И все это будет потому, что все мы будем бороться с гегемонией США. Но вот, с другой стороны, я пытаюсь понять, а насколько как бы вот sensitive, да, насколько важна эта информация. Ну, ну и что? Ну, слушали они, что там, я не знаю, евро-тройка между собой говорила. Вы знаете, прямо я не знаю. Секреты мадридского двора. Ну, как бы качество той информации, которую, в общем-то, и Викилик слил, и качество той информации, которую Снудан слил. Ну да, ну вот Google там передавал информацию обо мне. Ну дальше что? Мне кажется, что вот здесь больше такой shock value, да, такой шоковый эффект того, что, боже мой, большой брат за нами следит. Но если разобраться, то стратегическая глубина этой информации, это не то, что там кто-то обладает ядерным оружием. Кто-то обладает, я не знаю, уникальным химическим оружием. Понимаете, я бы разделил информацию, которую слил Снудан на две части. Одна часть, в абсолютном право, это, в общем, секрет Полишинеля, что американские спецслужбы пытаются осуществлять систему глобальной слежки. Господи, это секрет 47-го года, известен, когда появилась первая информация о том, что вот соглашение о создании глобальной системы перехвата электронного. Но вторая часть информации, она намного более серьезна. Касается она того, что скомпрометированы не американские спецслужбы, а скомпрометированы американские глобальные сервисы. Речь идет о Гугле, о Фейсбуке, о Твиттере, о Оле, о Скайпе и так далее, и так далее. Вот с этим огромная проблема, потому что они, на самом деле, находятся сейчас под ударом во многих странах, где, в общем, власти считают, что надо бы контролировать интернет пожестче. И именно эти сервисы представляют для них угрозу, потому что они не подконтрольны. А теперь появился удобный повод. Можно будет сказать, ну, почему мы разрешаем своим гражданам пользоваться Скайпом, не имея возможности перехватывать информацию Скайпа, а американцы имеют эту возможность дойти нам дверь, дойти нам возможность. Или, если вы не даете нам эту возможность, давайте сделаем национальную версию Скайпа, как уже сделано в Китае. В Китае есть китайский Скайп. И сделаем то же самое с Фейсбуком, Gmail и так далее. Давайте мы все здесь сделаем, серверы будут стоять в России, и все будет по закону. Ну да, фактически он может такой обвальный эффект начать сам по себе, не обладая какой-то уникальностью информации, но вот он попал в нужное время, в нужном формате, да, и может начать некое обвальное такое шествие. Телефон наш, хочу напомнить, 651099,6, код Москвы 495. Должна ли Россия дать убежище Сноудену? Сергей на линии. Здравствуйте. Добрый вечер. Прежде всего хочется заметить, в стране, где во главу угла оставилась свобода и демократия, оказывается, себя таким вот образом скомпрометировало. Ведь дело не только в Гугле или в Фейсбуке, а в том, что прослушивалось абсолютно все, в дистанции и в общем-то в таком виде. Что касается текущей ситуации, то очень интересно наблюдать. Еще бы лет 8 назад выдали бы, даже бы сразу, он еще бы долететь бы не успел, и его уже бы выдали бы обратно. Поэтому здесь просто геополитика, и видно, что полюса смещаются, и да, очень интересно видеть, что в общем-то ничего никто сделать не может, и никому он не нужен. — Понятно. Спасибо. Спасибо, Сергей. Ну да, здесь я соглашусь с нашим слушателем, что Сноуден, знаете, то есть такое выражение американское «хот патрейтов», горячая картофельная, которую, в общем-то, непонятно, все перебрасывают из руки в руку, и непонятно пока, что с ним сделать. Ну вот, давайте подумаем об этом, что нам делать со Сноуденом, пока уйдем на перерыв, и после перерыва примем ваши звонки. И снова добрый вечер. Программа «Археология», «Археология Форбс». Я Сергей Медведев, мой соведущий Кирилл Горский, заместитель главного редактора «Форбс», у нас в гостях Андрей Солдатов, главный редактор сайта агентура.ру. Говорим мы о казусе Сноудена, американского то ли шпиона, то ли разоблачителя, то ли предателя, то ли романтика, который завис без суда и следствия, без руля и без витрела в аэропорту Шереметьево-2. Что с ним нужно делать? Что с ним может делать Россия? 65, 10, 99 и 6. Надо ли нам дать убежище Сноудену, если он такового попросит? 65, 10, 99 и 6. Код Москвы 495. Ну вот, я хочу вернуться к вопросу о том, насколько шокирующими являются разоблачения Сноудена, что мы все находимся под колпаком у большого брата и то, что крупнейшие интернет-сервисы, такие как Фейсбук, Гугл, Твиттер сотрудничают. Это ведь давняя традиция. Собственно, они никогда не были такими поборниками свободы и демократии, как я понимаю. Они и с китайцами сотрудничают, и с российскими властями. Ну, у них долгая история. Периодически они пытаются уйти от этих обвинений. Напомню, что пару лет назад почти все крупнейшие компании, ну, включая даже Microsoft, стали опубликовать такие Transparency Reports. Это данные о статистику запросов из разных стран, правоохранительных запросов о раскрытии какой-то информации или о том, чтобы они там убрали какой-то контент. И многие люди во всем мире приветствовали это как явное движение в сторону прозрачности и защиты правости своих пользователей. То, что получили сейчас, это получается, что все это было абсолютной лицемерием. И вот это тоже, конечно, шокирующая информация. Вы знаете, к нам сейчас присоединяется на линии Сергей Лойко, московский корреспондент газеты Los Angeles Times. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Эдвард Сноуден, я знаю, вы в последнее время много о нем писали, читал ваши статьи в Los Angeles Times. Как к нему сейчас относятся в Америке? Это как предатель или все-таки есть голоса, которые говорят, что он вот типа Ассанджа, вот выслаблоуэр, разоблачитель большого брата? В Америке к нему относятся, вы правильно сказали, по-разному. Вот я специально, когда вы мне позвонили и сказали, что у нас будет сегодня маленький разговор, я обычно этого не делаю, но тут прочел комментарии к моим статьям по Сноудену. А за последние две недели я написал, я не знаю, по две статьи в день, иногда по три. У меня день начинается и кончается со Сноуденом. Слава богу, что он никого не убил, ничего не взорвал. А что касается отношения, вот один американский читатель пишет, сколько свободы готовы вы отдать за так называемую безопасность? Множество американцев прячутся под юбку правительства, которое готово отменить каждую поправку Конституции. А мы знаем, что поправки делают Конституцию, чем она является. Это Библия и Свобода. Так чтобы, это мой комментарий, так чтобы вы могли в безопасности играть со своими айпэдами, пишет он. Защищаете свою Конституцию или вы предатель США. Ну да. И один человек даже приводит очень хорошую цитату Франклина, Бенджамина Франклина. Те, кто готовы пожертвовать свободой для того, чтобы обрести временную безопасность, не заслуживают ни того и ни другого. Ни того и ни другого, помню, да. Да, другие читатели спрашивают их, а какую, собственно, свободу вы потеряли? Вот это такой ключевой вопрос. Один пишет, у Сноудена хватает наглости выступать от имени граждан США. Если кто-то и соглашается с ним, то большинство согласно на вторжение в их правительстве, в частную жизнь, для того, чтобы государство могло успешно бороться с террористами, которые, без сомнений, планируют и дальше нападать на нас. Действие Сноудена подвергает нас опасности. И он по праву считается предателем, так как предал секретную информацию нашим врагам. То есть американское общество, оно разделилось примерно на две части пола, но на две откидывающие с Сноуденом. То есть, что получилось? Если Сноуден, на мой взгляд, был бы борцом за гражданские права, если бы он остался в США, на нём бы себе хорошего адвоката. А что в США, Сергей, что ему угрожает в США, если вот он сейчас окажется в Соединённых Штатах? Это же он нарушил подписку о неразглашении? Как у нас эти футера получили двушечку, вот он может тридцатку получить. В принципе, правильно, потому что ведь поговорили с нашими активистами по гражданским правам. Это закрытые процессы? Вот такой процесс сотрудника ЦРУ, он не будет публичным? Нет, в какой-то части он не будет публичным, но я не буду судить пропорции этих частей. Все должно быть ясно, что Сноуден – это же не какой-то диссидент, и называть его диссидентом – это просто абсурд. Это молодой парень, который шёл работать, куда он шёл работать. Американцы воспитали целое поколение людей сейчас, может быть, уже не одно, а второе, вот в этом климате политической корректности, в климате того, что нельзя обманывать, нельзя лгать, нельзя лгать, надо быть честным, надо быть добрым, надо быть разживчивым. И потом они вот этих ребят нанимают на работу, которая в принципе цинична по своей сути, которая исходит не из того, что он правильно и что неправильно, а из того, что в этот момент необходима какой-то организация или, может быть, даже в стране. И я ещё раз повторяю, если бы Сноуден остался в США, и США это не какой-то, как бы убили, а это самая демократическая страна. Ну да, у него было бы некое моральное право, так говорить. Да, он бы, наверное, не право, но он бы сбежал, причём он бы стал выставить компьютеры, которые вообще ему не принадлежат. Он просто спёр с работы компьютера, с этими компьютерами, он сбежал в Китай, потом в Россию, две цитадели демократии, и там он бы стал выступать за гражданские права американцев. Вот у большинства американцев, мне кажется, что их большинство, есть серьёзные основания поэтому именно считать Сноудена предателем. То есть кончилась Холодная война, не кончилась. Мир в головах многих людей, в том числе американцев, разделён на друзей и врагов. Вот Россия, Китай, что касается шпионажа и всего остального, это враги США, по крайней мере, не друзья. Понятно. И поэтому то, что он находится сейчас в аэропорту Шереметьево, а не дома под домашним арестом, превращает его в глазах многих американцев из борца за гражданские права в, грубо говоря, предателя. Понятно. Спасибо. Спасибо, Сергей. У нас на линии был Сергей Лойко, московский корреспондент газеты «Лос-Анджелес Таймс». Ну вот я смотрю, Андрей так и не совсем согласен с этой оценкой. Ну, мне, во-первых, я вообще не люблю слово «предатель», потому что оно эмоционально окрашено, а мы говорим всё-таки о преступлении, которое описано в уголовных кодексах всех стран. А «предательство» всё-таки это работа на другую страну. Вряд ли существует хоть один человек, который сможет доказать, что Сноуден является агентом российской или китайской разведки. Ну, агенты так себя не ведут, да, они всё-таки делают свои дела втайне, и только если уж совсем всё плохо, да, их уже арестовали, тогда мы об этом узнаём. А он сначала всё-таки вышел в публичное пространство, а потом уехал из США. Второй момент очень важный, который мы забываем и который нужно учитывать, когда мы анализируем реакцию американцев, который действительно, в общем, наверное, большинство американцев не очень приветствует его поступок. Мы должны помнить об одном, что разоблачение Сноудена касается шпионажа не в отношении американцев, а в отношении иностранцев. И, конечно же, американцам по большому счёту, если в отношении них права соблюдены, то почему и всё законно, абсолютно. И первое, что сделали американские спецслужбы, они доказали, да, было много заявлений, выступал глава НБ, где он именно приводил доказательства того, что американцы, американские телекоммуникации, если коммуникации, если перехватываются, то, в общем, не специально это делается, нигде они не складируются. А всё-таки эта проблема глобальная, касается она нас, касается людей, живущих за пределами США. И, в общем, я вижу некоторую логику в действиях Сноудена, когда, видя судьбу Брэдли Маннинга, который всё-таки не под домашним арестом, а уже давно-давно сидит в одиночной камере, в довольно тяжёлых условиях, что он решил, что если эта проблема мировая, то нужно попытаться апеллировать к мировому общественному мнению. И, в общем, за пределами США. То есть, в общем, логика в этом есть. Другое дело, что то, что он делал сейчас и то, что он делал в Китае, когда он начал давать данные, например, китайским спецслужбам о том, как американские спецслужбы перехватывали именно китайские коммуникации, вот это уже было для меня выходом за флажки, потому что ты не можешь. Это получается, что он приехал в эту страну и вдруг раз вспомнил, что вот есть информация, которая будет полезна именно спецслужбам той страны, куда он приехал. Ну да, здесь непонятно, какое действительно двойное дно. Или он романтик, который, так сказать, вдруг понял, что есть ужасный большой брат и надо всему миру об этом сообщить, или он конкретно спецслужбам отдельных стран сдаёт методы работы американцев против этих стран. Ну вот ещё раз хочу этот вопрос задать нашим слушателям 651099,6, телефон прямого эфира. Эдвард Сноуден, кто вы? Предатель или романтик-идеалист? Олег на линии. Добрый день. Добрый вечер, Олег. Меня зовут Олег, из Москвы. Я думаю, что история со Сноуденом закончится плохо, на самом деле. Для кого? Для самого Сноудена в первую очередь. Уже есть, если послушать, допустим, вашу передачу, уже сегодня достаточно много раз его называли эфриком или ещё кем-то. Ну и такое негативное мнение о нём складывается. Но я бы хотел высказать своё мнение по поводу, почему вообще так всё происходит. Я думаю, ответ на поверхности лежит, на самом деле. Я думаю, что не только служба безопасности США занимается попытками прослушивать весь мир. Я думаю, и Китай, и наша страна тоже занимаются этим. И уровень противостояния в этой области достаточно сильный. Я думаю, именно по этой причине ни Китай, ни Россия не собирается прикрывать его или поддерживать. Ну да, то есть это некий глобальный тренд такой. Попытка. Я думаю, что это на поверхности очевидно совершенно. Ну, какая-нибудь Венесуэла или Эквадор, ну да, может быть, из каких-то идейных своих соображений, которые они перестанируют внешне, может быть, да, приютят его. Ни Россия, ни Китай не нужен, потому что все это пытаются делать сверхдержавы или лидеры в современном мире. Понятно. Хорошо, Олег, спасибо. Андрей, вот как вы считаете, это, так сказать, все делают это, как говорится в одном известном фильме, или это только американцы со своими сверхвозможностями компьютерными и тем, что основные, как они называются, root service, да, эти корневые серверы интернета там, по-моему, 80-13, что ли, находятся в Америке. То есть фактически там 70% мирового интернет-трафика идет через Америку. Только американцы этим занимаются. Конечно, нет, но тут проблема в технологии. Скажем так, во время Холодной войны Советский Союз мог, ну, не на равных, но пытаться противостоять глобальной системе шпионажа страны США, Великобритании, там было пять англо-саксонских стран, то есть Канада, Новая Зеландия, Австралия плюс. Они пытались противостоять этой глобальной системе спутникового перехвата, потому что речь шла о перехвате сигналов со спутников. И тогда, в основном, сигнал передавался с помощью спутников. Но потом произошла революция, вместе с распадом Советского Союза просто совпало, да, по времени. Основной сигнал сейчас передается, там, практически там 95% через оптоволокно. И здесь важно, где лежат эти каналы. Если они проходят по дну Атлантического или Тихого океана через территорию США, то что бы российская разведка не хотела сделать, но такого доступа, таких каналов, да, через территорию России практически ничего не проходит. Даже китайский трафик из Европы идет там вокруг России в основном, а не по территории России. То есть здесь у США и у Великобритании есть географические преимущества. Поэтому Россия, да, пытается что-то делать в этой области, но, конечно, уже давно не является конкурентом. Российский трафик в Европу гонится через Скандинавию, тоже находится, в общем, под контролем нациских структур, как известно. Поэтому, в общем... Ну, а с другой стороны, вот я что думаю, Андрей, а насколько действительно это все вот опасно? Потому что я понимаю, что как бы большие ребята, там, серьезные ребята играют в войнушку, осваивают огромные бюджеты. Есть вот эти специалисты. Да, мы подкопались под кабель, мы попали, поймали там микрорезонанс какой-то. Все это, так сказать, ловим. Ну и что мы узнали? Вот я не знаю, даже вот то, что американцы. Вот сейчас этот они огромный дата-центр в Юте, по-моему, заканчивают строить. Вот Агентство национальной безопасности. Я узнал впервые слово Zettabyte. Там, значит, будут храниться эти Zettabyte информации. Они перехватывают, значит, как я понимаю, около двух миллиардов телефонных разговоров и имейлов в день. И вот чего они с ними будут с этими двумя миллиардами делать? Потому что я думаю, что существует как бы у тех же террористов настолько более глубокие структуры коммуникации, тот же Андернет, глубокий интернет. У них свои закрытые чаты, свои системы шифрования. То есть мне кажется, что невозможно чисто физически справиться с такими объемами информации. Абсолютно право. То есть для них является большой проблемой то, что, во-первых, они не могут справиться с этим объемом информации. Во-вторых, этот объем постоянно, он собирается, во-первых, не единожды. Один тот же звонок перехватывается на разных узлах. Да, то есть информация просто имеет свойство разбухать. Плюс мы там одну информацию снимаем с телекоммуникационных узлов, другую, ту же самую информацию мы снимаем потом с сервера, не знаю, Gmail или Facebook. Все это складируется в одном месте, в трех, в четырех, пяти экземплярах. Все это, конечно, гигантский объем, анализировать это тяжело. Кроме того, террористы, на самом деле, поскольку они довольно ловкие ребята, они используют уже системы, которые с обычными способами даже делают здесь не в шифровании. Сейчас последняя мода, но она уже длится, по-моему, последние года полтора. Это используются в качестве средства сообщений между террористами. Раньше они использовали такую корпоративную лексику. Не встреча, а митинг, не обсуждение теракта, обсуждение сделки. А известный факт, вот 11 сентября они именно так планировали. А последние два года они используют игровые сервера. Очень удобная вещь. Огромные тысячи, десятки тысяч людей в этом участвуют. А главное, терминология как раз та, что нужно. Взрывы, подрывы, автоматы, пистолеты, какой-нибудь Call of Duty используют всю ту же самую лексику, которая нужна террористам. И ничего американские спецслужбы сделать с этим не могут, потому что тут нечего расшифровывать. И зная историю с бостонскими взрывами, мы, в общем, понимаем, что даже имея некую возможность проанализировать онлайн-активность одного и второго брата, в общем, американские спецслужбы ничего не смогли сделать. То есть вы правы? Ну да, то есть, по сути, я понимаю, что это какие-то, видимо, просто такие бюрократические и корпоративные задачи, которые решают спецслужбы, кладут доклады на стол руководства. Получают новый бюджет. Да, получают и осваивают бюджеты. Но для глобальной безопасности, даже когда Америка в таком, так сказать, вот этом состоянии постоянной боеготовности после 11 сентября при их бюджетах, при патриотическом акте, вот, она не способна предотвратить была бостонские теракты. Но так или иначе, я думаю, что и китайские власти, и наши власти беспокоят не то, что американские спецслужбы могут прислушиваться к разговорам Аль-Каиды, а их интересуют как бы более наши насущные проблемы, ну, там, одним из зримых символов последнего пятилетия у нас был Дмитрий Анатольевич Медведев с айпадом в руках. Вот то, через что проходит трафик этого айпада, это же ведь, в общем-то, собственно, вещь, которая, наверное, значительно больше интересует. Да, ну вот как раз о Дмитрии Анатольевичем Медведеве и вообще о том, как в этой во всей истории выглядят российские политики и что будет происходить с нашим национальным контролем над интернетом, поговорим после перерыва. И снова добрый вечер, программа «Археология», «Археология Форбса». Я Сергей Медведев, мой соведущий и заместитель главного редактора «Форбса» Кирилл Горский. У нас в гостях Андрей Солдатов, главный редактор сайта агентура.ру. Говорим мы об Эдварде Сноудине и сейчас шире о том, насколько реально вообще крупным государством, прежде всего Америки, мониторить и фильтровать интернет. И, если уж совсем широко, насколько вообще возможно вмешательство государства в интернет. Наш телефон студийный 651099,6. Позвоните нам и скажите, должно ли государство в интересах безопасности, своей безопасности, безопасности граждан контролировать интернет? Владимир на линии. Здравствуйте. Добрый вечер. Я Владимир из Химок. Я хотел бы сказать свое мнение, может быть, не совсем в тону вот этому обсуждаемому непосредственно сейчас произнесенному разговору. Я хотел бы сказать, что Солудин, он в общем-то очень продвинутый человек, понятно, что на нем лежит большая ответственность за выполнение своих функционалов, однако что-то его подвигло сделать так, как он поступил. Лучше пусть будет много Солудинов, чем лейтенантов Коли, которые, вы знаете, отличились в войне во Вьетнаме. Келли, да, наверное, Келли, по-моему, да, который Сангми, Сангми, Коли, да, Сангми, да, Сангми расстрелял, да-да, Коли, да. Вот. Я хотел бы сказать, ну, еще нужно много осознать, что за его действиями стоит, однако то, что он совершил, то, что совершил, то совершил. И очень жаль, что так долго решается его жизненный вопрос, жизненная ситуация. Вы считаете, Владимир, если он попросит, вот была одна из информации сегодня проходила, что он попросил политического убежища в России, но, может быть, и в ряде других стран, что если он действительно попросил политического убежища в России, мы должны ему его предоставить? Да, я хотел бы еще, вот, ну, уже ж не первый день обсуждается вот все, что с ним связано, я хотел бы сказать, все-таки я придерживаюсь того мнения, которое сейчас уже прозвучало в эфире, что его предателем никак нельзя назвать. Понятно. Потому что он вот заявил это на весь мир, можно сказать. Понятно, понятно. И хотел бы сказать, почему такая великая, могучая держава, как наша Россия, не может принять этот шаг, пойти навстречу, не оглядываясь, не озираясь, и поступить так, как нужно поступить. Ясно, Владимир, спасибо. Но вот поступить так, как нужно поступить. Но мне кажется, что последствия, если Россия пойдет на такую конфронтацию, все-таки будут достаточно серьезные для российско-американских отношений. Вы знаете, это сложный вопрос, потому что после ботсонских терактов американская администрация делала столько пассов в отношении российских и спецслужб, и Кремля, выражая готовность сотрудничать по всем направлениям, потому что приближаются Олимпийские игры, и на них приедут в том числе американские граждане. Теперь нужно в 10 раз увеличить возможности по предотвращению возможных туристических атак, и так далее, и так далее. Я не уверен, что на самом деле американцы уже очень сильно будут давить на Кремль. Другое дело, что если речь пойдет, как я говорил в начале, о пересмотре глобальных правил управления интернетом, если действительно будут какие-то перспективы для того, чтобы это решение, эта российская инициатива будет принята, тогда да, это будет уже серьезная битва. Но пока я не вижу таких, честно говоря, возможностей. Что глобально вообще может произойти? Предположим, вот это вот, как он называется, международный союз электросвязи. Да, если вот пройдет это решение о большем национальном контроле над интернетом, а что возможно? Что все серверы будут по своим национальным скворечникам, что ли, рассажены? Ну, возможно будет, да. Я думаю, что они будут двигаться по... В общем, все решения в этой области, к сожалению, придумываются в одной стране, это Китай, и у них есть два решения. Одно решение — это разрешать пользоваться глобальными сервисами только до того момента, пока не создан национальный аналог. И второе — это разрешать пользование глобальным сервисом, но с тем, чтобы он был национализирован. То есть он имел свои серверы или на территории Китая, или они должны быть прозрачны для китайских спецслужб. И я думаю, что такое решение, что-то такое палеотивное может быть интересно российским спецслужбам. Собственно, то, что заявляли российские депутаты и сенаторы последние пару недель, они вот что-то похожее о ней озвучивали. Особенно, конечно, депутат Железняк, он, собственно, и говорил, что надо защитить частное пространство российских пользователей и приземлить сервисы вот где-то в России. — Серверы, то есть серверы, на которых информация по российским гражданам должны находиться на территории России. — Ну, они могут говорить об этом, можно, например, дойти же до чего, можно сказать, что почему у нас Gmail доступен в домене.com, пусть будет доступен до имени.ru, да, как Google. Мы же заходим, когда на Google, попадаем на Google.ru. Вот пусть все, что у нас в зоне.ru, пусть будет охотиться в России. А если это охотиться в России, то, согласно закону, должны быть обеспечены существования системы оперативно-розыскных мероприятий, то есть бэкдор. То есть должна быть построена дырка для российских спецслужб, чтобы они могли все это перехватывать. — Это будет предполагать, например, что там Сергей Медведев не сможет завести себе почтовый ящик, там Сергей Медведев gmail.com. — Да, будет gmail.ru. — Ну, честно говоря, ну, если уж совсем так откровенно, меня это не сильно напрягает. Мне нечего прятать ни от американских, ни от российских спецслужб, как, я думаю, большинству наших слушателей. Ну, так скажем, выходя в интернет, я понимаю, что есть миллионы способов большому брату отследить мои движения. — Большой брат не один далеко. — Ну да, и не один большой брат, точно так же, когда я пользуюсь банкингом, когда я пользуюсь кредитной карточкой, когда я делаю звонок по мобильному телефону. Я принимаю эти правила игры. Ну и что, ну и пусть будет бэкдор, как бы, все равно, если спецслужбам нужно меня задавить, они это могут сделать по поводу и без повода в любую минуту. — С одной стороны, да. С другой стороны, вот смотрите, какая интересная штука. В 90-е годы, когда возникали скандалы вокруг незаконной прослушки, то в основном ловили всяких частников, частные охранные службы, частные службы безопасности каких-нибудь олигархов. У них были свои, так называемые, команды по атаке, они покупали собственное оборудование и ездили за каким-нибудь бизнесменом, который им был интересен. А в 2000-е годы тенденция изменилась на 180 градусов. И во всех скандалах, подчеркиваю, во всех, которые нам известны, ловили все время какого-нибудь коррумпированного сотрудника милиции соответствующего подразделения, который отвечал за прослушку государственную, и он продавал ее результаты на сторону. То есть проблема заключается в том, что еще заинтересуются вами спецслужбы или нет, вы не знаете. И, в общем, нужно что-то сделать специальное, чтобы они вами заинтересовались. А вот, например, что эти же спецслужбы из-за коррупции продадут результаты ваших переговоров, вашу почту, вашу банковскую информацию куда-нибудь налево, вот это очень возможно. И вот что с этим делать, по большому счету, никто не знает. Ну да, здесь, конечно, специфический российский флер, так сказать, колер вот этой самой проблемы с коррупцией. Сейчас вроде как этого нет, но я помню еще пару лет назад там где-нибудь, где большие пробки были, ходили люди с компакт-дисками, так сказать, и предлагали вот эту всю информацию на компакт-дисках вместе с фальшивыми часами, букетиками, ландышей. И постоянно утекали базы данных мобильных переговоров, там двух, по-моему, или всех провайдеров даже. Все продавалось просто с рук. 65, 10, 99 и 6. Боитесь ли вы, что государство будет контролировать интернет и все ваши переговоры и имейлы? Сергей Налини. Здравствуйте. Добрый день. Знаете, у меня двойственное чувство. С одной стороны, я абсолютно согласен. Вот с высказанной вами мыслью о том, что, ну, о чем мне бояться простому человеку, да, я не интересен для спецслужбов. С другой стороны, я переживаю, что действительно, где гарантия, что не появится еще один такой же товарищ, да, который по какой-либо причине сольет информацию обо мне, которую имеют те же спецслужбы, по своим каким-то причинам, непонятно кому. И эта информация станет доступна общественности. Здесь, мне кажется, стоит вопрос в ответственности государства, если оно контролирует, за сохранность этих данных и за неиспользование ее третьими лицами. Вот это больше всего беспокоит. Понятно. А не то, что меня государство будет контролировать. Пусть контролирует. Ну да, спасибо, Сергей. Здесь действительно такая российская проблема в том, что неизвестно, если все это национализировать, эти данные, они будут на российских серверах, так может быть и на российских-то, учитывая нашу коррумпированность силовых органов, они и менее сохранны будут. Тем более, что у нас, как и в Америке, все это растет по экспоненте. То есть и там они постоянно строят новые дата-центры и так далее. То есть, в общем, похожая история происходит у нас, только еще, скажем, надо умножить на два. То есть у нас еще увеличивается количество служб, которые имеют право этим заниматься. Например, еще в начале 90-х было принято, что да, у нас есть много субъектов оперативно-разысканной деятельности, но систему технически, вот прям вот физически строил ФСБ. Потом приходили люди в ФСБ, да, там из этих других смежных служб, просили перехватить там телефонный переговор какой-то человек, и ФСБшники для них это делали, им отдавали. Что происходит последние там 5-6 лет? Это то, что все эти, практически все субъекты, включая даже, например, службы по исполнению наказаний, они сами строят свои параллельные системы прослушки. И закупают эту технику, мы это наблюдаем по сайтам там типа закупки.gov.ru и устанавливают везде, где только можно. И когда ты имеешь не одну систему, а там 5 или 6, понятно, что возможность утечки и продажи этих данных на Строн, она просто увеличивается. Становится неизбежной. Да. Ну да, если вспомнить, сколько, я не знаю, утечек с Немцовым было, с Навальным вообще, фактически вся, да, у нас же очень политизировано все начинается, да, вся оппозиция видит свои телефонные разговоры так или иначе распечатанными и уже слитыми в интернет и подконтрольные Кремлю издания. И не видно, чтобы кто-то был найден и наказан за это, в общем, ну, хотел бы пофантазировать вот о чем еще. Поскольку как-то хочется жить в мире, который лучше, а не который хуже, я вот обратил внимание на то, что ведь, ну, общество США, оно тоже как бы не монолитно совершенно, да, но существует там несколько петиций уже на сайте Белого дома, которые там подписаны больше чем сотни тысяч человек, и их количество растет, которые провозглашают Сноуду национальным героем и требуют его амнистии. Вот, ну, крупные скандалы, ну, тоже Watergate, да, те же скандалы, связанные с Вьетнамом, например, да, они зачастую приводили к существенному перелому в общественном мнении, и это начинало влиять на политику правительства. Невозможна ли ситуация, думаю я, когда, ну, те же штаты в этой ситуации там под давлением заявят что-нибудь типа того, окей, мы договариваемся не вмешиваться излишне в частную жизнь граждан, мы сокращаем тайны вмешательств, мы сокращаем вмешательства в тайну переписки, например, предложат какие-то там межгосударственные, межправительственные решения по этому поводу, ну, чтобы там, либо сохранить статус к воле, либо из лучших побуждений, бог его знает. Но не может ли эта ситуация вот таким вот образом изменить мир к лучшему, поставив хотя бы временно некоторые пределы вмешательства спецслужб в частную жизнь, в переписку, в разговоры. Знаете, мне кажется, если посмотреть на историю утечек в Америке, то мы все время видим два процесса, то есть причем большую часть этих случаев, за них несут ответственность люди высокого уровня, это там генералы, там вот, например, да, последняя история со Стакснетом, да, ее засветил генерал. И, в общем, оказывается, что в очень многих случаях это делалось по политическим причинам. Какая-то война между различными ведомствами, война между республиканцами и демократами. То есть, в общем, мы все время видели борьбу каких-то могущественных сил, которые были за ту инициативу, о которой вы говорите, то есть, да, вот, чтобы как-то изменить политику Вашингтона в какой-то области. То, что мы видим в случае с Сноуденом, я, в общем, таких сил не вижу, потому что демократы, Обама, мы видим, вроде бы пришел с словами о Гуантанам, там, о войнах и о том, что практика АНБ по многим вопросам будет отменена. Потому что первый скандал с АНБ из прослушка американцев возник при Буш. То есть, Гуантанам, он сегодня, он новости смотрел, выступал он в Южной Африке, и он еще раз пообещал, что Гуантанам будет закрыта. При третьем сроке или пятом, видимо, наверное. Но, тем не менее, пока не закрыл. И мне просто кажется, что в данном случае, как-то даже я не очень пойму, если вдруг республиканцы начнут его за это критиковать. Они же, собственно, архитекторы всего этого, да, они вот этот патриотакт придумывали, и много чего еще. А то, что какие-то внешние силы могут надавить на США и сказать им, ребята, так нельзя, я в это, к сожалению, не очень верю. Но, может быть, это сейчас можно будет сделать. То есть, даже их европейские союзники. Ну, в общем, по большому счету, вспомните историю вокруг системы эшелон. Гигантская ведь история была в 90-е годы, да, о том, что американцы прослушивают кого? Именно европейцев. В европейском парламенте было это расследование. Ну и что? Да, в общем, и ничего. Ничего не произошло. 65, 10, 99 и 6. Боитесь ли вы большого брата, что большой брат за вами следит? Должно ли государство контролировать и фильтровать интернет? Илья на линии. Алло, здравствуйте. Добрый вечер, Илья. Мое хочу поделиться своим личным мнением. Только радио приглушите, и будет вас лучше слышно. Алло. Я считаю, что Сноудовым все-таки предатель. Второе. Разведки всегда интересовали, всегда получали информацию. Всеми правдами и неправдами это их работа. Мешательство в частную жизнь, мне, честно говоря, от большого брата скрывать нечего. Я согласен с одним из-за ваших гостей, что, когда я пользуюсь услугами связи, я принимаю то, что эта информация может быть перехвачена и просмотрена спецслужбами. И, честно говоря, в современном мире я не вижу, как сейчас спецслужбы могут работать, например, при запрощении терактов, если не контролировать сеть. Потому что, в основном, с моей точки зрения, сеть сейчас является одним из основополагающих звеньев по организации, вербовке и прочим действиям при организации терактов. По поводу организации gmail.ru я имею некое отношение к интернету. Мне кажется, во-первых, все это частные компании, как их можно обязать делать свои сервисы в России и давать спецслужбам доступ к серверам иностранным. Хотя юрисдикции компаний в Соединенных Штатах я не очень себе представляю как. Мне кажется, это пыль к изоляции. Понятно. Спасибо. Ну да, интересная точка зрения. То есть, смотрите, вот скажем, с банковской сферы это возможно сделать, да, обязать банки действовать не в национальных юрисдикциях, ну, в смысле, не в своей домашней юрисдикции, а создавать национальные филиалы и действовать по законам, да, хостерритори, территории хозяина. А вот в интернете это невозможно сделать. Хотя казалось бы... Ну почему? Вопрос заключается в бизнесе. Если, например... Да, действительно, вы правы. А это, в общем, сложнее. И, в общем, это была проблема с Гуглом и со Скайпом очень долгое время, пока Скайп ничего не продавал на территории Российской Федерации. Но как только Скайп стал принадлежать Майкрософт, а Майкрософт — огромный рынок в России, прежде всего корпоративный и государственный, пошли слухи очень упорные, что Скайп теперь уже не столь безопасен, как был там еще пару лет назад. Потому что если вы продаете продукты в России, вы должны учитывать мнение соответствующих структур в этой стране. Это происходит повсеместно. Поэтому я думаю, что, к сожалению, в общем, можно попытаться их обязать, а шантажируя их тем, что они будут терять российский рынок. И вопрос только в том, насколько ценен для них этот рынок. Это происходило с Китаем. Понятно, что китайский рынок намного более ценный, чем российский. Может быть, только это может быть нашей некоторой надеждой. Но... Посмотрите, сейчас же заходит. Amazon зашел в Россию, уже будет торговать. eBay уже... Да. И я думаю, что по мере интернетизации России это будет все более ценный рынок, и они все больше будут готовы работать с российскими спецслужбами. Хорошо, это вот российские спецслужбы. А если в смысле в то, как западные сервисы идут на требования российских спецслужб. А у нас внутри, вот то, что требует там Гатаров, например, что у нас будет национальное ПО на основе открытого кода и так далее. Насколько возможно создание вот этого вот суверенного российского интернета? Ну, попытки предпринимать уже последние сколько-нибудь? Три, наверное, да, Кирилл? Я думаю, что даже больше. Попытка национальной... Национальная операционная система, по крайней мере. Национальная поисковая машина. Национальная поисковая машина даже уже, по-моему, год-два назад пытались. Да, национальная пучта. Вспоминая опыт ГЛОНАСС. Конечно, все это можно создать. Другое дело, что это будет отставать от мирового интернета, от интернета развитых стран. Сначала на пять лет, потом на десять очень быстро. Вот. Но... Это можно сделать, но просто это затормозит развитие информационных технологий в стране, поэтому пойдут ли на это. Ну, слушайте, ну, это системно хочу задать вопрос. Все-таки, а кому реально принадлежит глобальный интернет сегодня? Американцам? Ну, в общем, мы должны смириться с этой идеей, да, что и с точки зрения передачи сигнала, да, вы правильно сказали про роутеры, но и с точки зрения инфраструктуры, и с точки зрения сервисов, они все находятся на территории США. Я думаю, что все глобальные интернеты завтрашнего дня, он, собственно, весь разрабатывается в Калифорнии. Абсолютно верно. И противостоять этому нельзя, да и, наверное, и не нужно. Или как? Как вы считаете? Опять же, интернет завтрашнего дня создается молодыми программистами, которые, ну, которые уезжают в эту Калифорнию, как только у них появляется эта возможность, потому что там у них наибольшие возможности для творчества. Это делают ведь не спецслужбы. Это делает экономика, это делает. Это делает рынок. Общество, рынок, институты и так далее. Грубо говоря, давайте, ну, можно признать, что, собственно, немцы нравится, не нравится, но делают лучшие машины, да, за последние там сто лет, лучшие автомобили. Ну, вот давайте мы встанем в позу и говорим, нет, нехорошо немцам давать монополию на автомобиле, давайте мы их обяжем локализовать их версии. Google не был создан агентством национальной безопасности, его создали там двое стартаперов, один из которых более того русский в Калифорнию. Частный проект. Вы знаете, мне, честно говоря, всегда хочется посмотреть на привычку, на привычки, на то, как они, на их внутреннюю культуру, как они все это делают. Я очень хорошо помню, как год назад я присутствовал на одной конференции по информационной безопасности здесь, в Москве, и там говорили о том, что нужно системы телекоммуникации строить с учетом прослушки. Мне кажется, что такие системы, может быть, и будут хорошо прослушиваться, только работать они будут плохо. А вот Google, например, долгое время в Вашингтоне отказывался открывать бюро, потому что они считали, нафига нам нужно вообще государство, нам нужно делом заниматься. Их подход кажется немножко более эффективным. Поэтому Google у них, а не у нас. Да, действительно. Так что, мне кажется, здесь немножко вот эти вот наши попытки создания национального интернета, суверенизации интернета, они, в общем-то, как, ну, не плевать против ветра, говорят, но в целом они идти против тренда, идти против того, что нам диктует рынок, того, что нам диктует сетевое общество. Ну и скандал с Основным это еще раз заново подчеркивает. Ну что ж, друзья, я благодарю вас, что участвовали в этой передаче. Они, к сожалению, не смогли принять все звонки. Ну, я думаю, будут еще возможности. Это была программа «Археология». У нас в гостях был Андрей Солдатов, агентура.ру. Мой соведущий Кирилл Горский. Я Сергей Медведев. Доброй ночи и удачи!